Привет! С вами Бет Фидель, и это третья часть о хитростях и советах в Genshin Impact, о которых вы, возможно, не слышали ранее. Эти советы могут помочь новичкам в исследовании новых для них механик игры. Надеюсь, что и высокие ранги узнают что-то новое. Погнали! Чувство стихий показывает имена врагов. Когда я встретила новый тип врагов, я была не уверена, что нужный мне ресурс находится у них. Иногда я путала охотников за сокровищами с набусим. Этот совет поможет без проблем различать типы врагов на карте. Еще с помощью чувства стихий проще отслеживать хорька-барахольщика в одном из ежедневных заданий Сумеру. На песке его плохо видно, особенно с телефона, но стоит включить чувство стихий и оследить его гораздо проще. Чтобы не искать ежедневное задание на карте, откройте журнал на F1 и выберите ежедневное задание там. Тогда карта автоматически переместится к заданию. Если надоели ежедневки текущего региона, то в этом же журнале его можно поменять. Или выбрать рандом, чтобы каждый день проходить задание в новом регионе. Вот эти цветы в Сумеру, бутоны соцветия, при взаимодействии с Дендра, выпускают четырехлистный символ, которым можно притянуться. В отличие от полета к четырехлистному символу, будучи электрочастицей, которой вы станете после перехода через фазовые врата в Инадзуме, полет можно прервать в любой момент. Это поможет добраться до некоторых труднодоступных мест или собрать окулы. Плестенники в Сумеру дают два типа ресурсов. Если бить их Электро или Пира, то будут выпадать ядра плестенников. При любом другом типе атаки вы получите споры. Именно они нужны для прокачки большинства сумерских персонажей и оружия. Если вы скупили все предметы в сувенирных лавках Манштата или Льюэ, то оставшиеся печати можно обменять на Мору. Сувенирный магазин Инадзумы откроются после возвышения священной Сакуры до максимального уровня, а в Сумеру – после возвышения Древа Снов. Сходите в сувенирную лавку и посмотрите, сколько Моры вы получите. Я иногда заглядываю в эти лавки, и даже после 700 часов игры все еще получаю у них Мору. Знаете, где еще можно получить полезные предметы для Геншина, помимо сувенирных лавок? В интернет-магазине Плати.ру. Самые выгодные цены на жемчужный хор и жемчужный гимн, кристаллы сотворения, луну и новые нетронутые аккаунты с любимыми персонажами. Легендарным оружием, гемами и молитвами. Оплачивать можно любой картой, криптовалютой или скинами со стим-аккаунта. И что самое главное, покупать можно в любом регионе. Переходите по ссылке в описании и навсегда забудьте про ограничения. Анема Гранум активируется не только способностью Анема, как я уже говорила в первом видео. Если вы находитесь на драконьем хребте, то Гранум можно активировать Ешкой любого крио-персонажа. При прохождении квеста на повышение уровня мира, будьте готовы к тому, что финальным боссом всегда будет электрогипостазис. Изучите атаки этого босса заранее, вот на этом месте на карте. Не бросайте выполнение еженедельных заданий на повышение уровня репутации в регионе, если у вас постоянные проблемы с Морой. Даже если все награды уже собраны, вы все еще будете получать за них Мору. По 30 тысяч за монстров и по 20 тысяч за просьбу жителей. Итого 150 тысяч Моры. Для тех, кто играет Священный Призыв Семерых, можно выделить все элементальные дайсы сразу, чтобы перебросить их, а не выделять по одному. Для этого зажмите левую кнопку мыши и проведите курсором по дайсам. Не перемещайте карты вручную. Можно кликнуть правой кнопкой мыши по картам, чтобы добавить или убрать их из колоды. Не во всех водоемах появляется декоративная рыба. Обратите внимание на цвет воды. Если от водоема исходит синий свет, значит в нем точно плавая декоративная рыба. Та рыбешка, что выпрыгивает из воды, как раз является декоративной. Декоративную рыбу можно выпустить в водоем в чайнике. Чертеж находится у Ассоциации рыболовов Тайвата в Льюэ. Стоит он 10 маленьких красных рыбок Аризия. Для создания водоема понадобится 8 кусков ароматного кедра и 4 белого железа. Не покидайте место рыбалки, как только поймали всю рыбу. Перемотайте время на ночное, если у вас день, и наоборот, если ночь. И в водоеме появится другой тип рыбы. Кристальная рыба, вечная рыба-ангел и пурпурная рыба-бабочка могут быть пойманы лишь днем, с 6 утра до 6 вечера. Ловец Зари, рыба-ангел Раймей и двояко-дышащая колюшка могут быть пойманы только ночью, с 6 вечера до 6 утра. Пишите в комментариях свои советы и хитрости по Геншину. Также заходите на стримы на моем твич-канале. А я надеюсь, что видео было полезным. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok